Давайте посмотрим. Я эту игру так и не посмотрел. Швед ее вроде выложил, но я не успел. Игра тоже очень важная, потому что Адиосу надо было Крофизносу выигрывать. Шведу, ну, как бы, если бы Швед выиграл, это было бы приятно. Вообще так, теоретически, теоретически, из-за того, что, ну, скажем так, если Швед проигрывал или играл в ничью, то у него есть нефантомные шансы вылететь, насколько я понимаю. Потому что у Пупка вроде бы автовин в этом туре, а если, по-моему, Швед и Пупок играют в последний тур или нет? Сейчас я проверю. Там тоже такие расклады очень тонкие, борьба стала плотной. А, нет, вру. Пупка автовин. Тогда еще неприятнее. У Пупка автовин. У Пупка автовин. И игра с Энфи. А у Шведа игра с Триндом. Во! Вот. Игра... Игра с Триндом может очень плохо кончиться для Шведа. Там, как бы, такие расклады тонкие. Хотя у Шведа 12 очков. Ну, там надо смотреть, опять же. Там просто, если Пупок выигрывает последний... Сейчас выиграет вампиров. У Пупка будет... 11... 14 очков. Вот. А Тринд, если обыграет Шкрычу... Там реально вылететь может и Швед, и Лока, и Тринд, и Пупок. У всех примерно одинаковые шансы. Хотя у Пупка ситуация наиболее козырная. Из-за того, что у него автовин. В девятый тур. Вот. Неприятный, конечно, ивент для дарков. Так. Мне начинает казаться, что Дархи решили избить хаос. Это очень интересная мысль. Свежая, как северный ветер. Вот. Но прикрытие меча вроде бы на вскидон нормальное. Мне просто что-то кажется, что попытка избить хаоситов... Но она имеет право, конечно, дабла. Квадра! Ну, спасибо, что МБ Клавса не убила. Вот эта квадра немножко неприятная. Потому что-то... Эльфы не совсем успели выйти из контакта. И они сейчас получат такую плотную, плотную кучу ударов от хаоситов. Это неприятно. Рядовой куча. Извините. Вот. Очень неприятная пятерочка. Вичку. Вау. Чё-то вообще не при... И аптека не спасла. Аптека на минус армор. Оооо! Ну, это, конечно... Это залёт, боец, как говорится. Это залёт. Ну, то есть, как бы... Ну, во-первых, теперь у Адиоса... Если он куда-то выйдет, команда будет чуть менее приятной, чем до этого. Попытка выбить убиватора. В общем, на мой взгляд, очень-очень всё грустно стало у... У Адиоса. Резко так. После квадры и вот этого вот всего. Квадра и... И это очень-очень не вовремя выпало. Вичка, смотрю, опять вернулась там, поближе. Вспоминается сразу Воин Сержик, у которого тоже была третья сила. Там ещё какие-то проблемы. Ну, опять-таки же, Даркам не повезло с ивентом. Ивентом, фол, а у них взятка есть? Нет. Вот я, честно сказать, не очень понял этого фола. Потому что это далеко не самый важный игрок. Притом, опять же, стоит понимать, что... Как бы, ну, замены есть, но окей. Но просто это... Типа пятка, борьба. Это вообще-то вообще дорогой фолило, ребята. Вообще, очень дорогой фолило. И он только что ушёл, сделав примерно ничего. Швед нежадно сыграл. Четырёхмувный... Я смотрю, у всех теперь есть четырёхмувный козёл. Вот. Это новая мета, ещё одна. Вот. И вообще, ощущение, что потихонечку швед как бы... Дожёвывает. Дожёвывает Дарков. Ой, как приятно. Минус к муву. Ещё перманенточка. Нормально. Но, правда, перманентка на линейке с пятью опыта. А вот у шведов взяточка есть. Взяточка сыграла в очередной раз. Но, с другой стороны, это лонерный игрок. У шведов есть одна замена. То есть, неприятно-неприятно, но жить можно. Один на пас. Это страшный момент, кстати. Очень страшный. Пас удался. Ловля удалась. Только, в общем, похоже, что им надо назад бежать. Да. Это правильная мысль. Судья строгий. Ну, швед вроде ничего сделать особо такого пока не может. В смысле, поджать мяч. Хотя, стоп, подожди. Ээээ. Ээээ. Ты чё делаешь-то, лол? Воин добегает в мяч через... Ём, ну это ошибка. Это вообще лютая дичь, ребята. Лол, ну воин добегает в два куба стаклом. Я чё-то не оценил этого лейтмотива от дарков. Ну, то есть, если коротко говорить, это говно какое-то. Ну, окей, поехали. Потрясающая игра от дарков, конечно. Спасибо, что не смерть Вичке. Ты это заслужил, как говорят на стриме Пупка. Ну, это блевотная игра, ребята. Блевотная игра. На ровном месте дал два куба в мяч. Притом, ну, типа, три плюс, два плюс, два плюс. Это не сложные кубы. Это не что-то прямо вот, типа, вау. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Стрелка шестерка, и ты выбираешь стрелку? Стрелку? Я, конечно, разные видел. У меня даже твич-соединение разорвалось от этого. Он выбрал стрелку? Что за ужас здесь творится? Что это было, ребята? Типа, новый уровень вышки? Ну, я просто... Я логики не понял от слова совсем. Вот я вообще не понял решения. Мисклик, ну это... Ну это ужасный мисклик. С учетом того, что это матч практически за выход, это не мисклик, это говно какое-то. А странно, что швед не... А, подожди, швед поедет силовым, да? Мне просто казалось, что борьбуном вроде они знают... А, нет, он швед... Реролл обязательно. А я думал, швед по-другому сыграет. Я думал, швед борьбуном в мяч пойдет. Ну ладно. Как же круто стали Тодиос в атаке. Ну, он еще при этом очень обидчивый, когда говорят, что он что-то плохо сделал. Вот. Но это был мисклик вообще катастрофичный. Швед почувствовал 1-1. Может быть, может быть. Неприятный удар, конечно, в седьмой армор. Ну просто, ребята, ладно мисклик. Ладно мисклик. Я могу его понять. Но дать 2 куба в мячик убиватору по Вичке, когда одна Вичка уже сдохла, это тупо. Это был не мисклик, а что это было? Там спиритолог говорил про мисклик. Но это, в общем... Много вопросов, мало ответов, ребята. Много вопросов, мало ответов. Это еще должен вообще молиться Богу в этой ситуации Адьос, что у шведа тупо нет пробоя. Реально, ребята. У шведа вот одна шальная травма там залетела. Ну, окей, ладно. Окей там. Одна шальная, одна не шальная. Но, типа, в любой другой ситуации вполне было вероятно, что у Адьоса не останется вообще ничего. Вот. Нет, выталкивание там могло быть, но надо было нижним доджить через 3 плюсы. Вот. В общем, типа... Там было выталкивание, только очень сложное с подскока, Ситар. Оно того не стоило просто. Там можно было вытолкнуть. Только смысла в этом было примерно ноль. Я смотрю, эльф очень сильно верит в то, что его не будут пробивать. Это мило с его стороны. Очень приятно. Ооо, вот это... Вот это очень сильно улучшает позицию шведа. Это офигенно улучшает позицию шведа. Я понимаю, почему швед не подошел. Хотя мне кажется, что конкретно в этой ситуации конкретно в этой ситуации можно было уже и подойти. Ну да ладно. Господи, как же эльфы терпят, ребята? Это... Реально, эльфы получили с Клавсой уже столько ударов, что... Ну там можно было уже пару раз кончиться. Швед очень аккуратно бахает. Прям очень аккуратно. Странно, что здесь не кинул ГФИ для контакта. Кереотизировано в этом был смысл. Попытка силового выбить. Окей. А Адиос помнит, что у него типа седьмой ход? Ну то есть, конечно, бить хаоситов это приятно, но как бы... Ээээээ... Ээээээээ... Ээээ... Ээээ... Так, он спонял о том, что это... Ээээ... Это какая-то очень блевотная игра. Вы меня простите, но это какая-то прямо ультраблевотная игра. Типа, ну, шансы на гол есть, но, как бы, рерол обязательный. Мне кажется, мне кажется, что шведу надо было бить Вичку. Но швед играет на гол, я понимаю, швед играет на гол. Но просто если бы швед уронил Вичку, 1-1, ой, господи, вообще не заслужил Адьос, ребята, ну вот. Просто если бы швед сначала ударил бы Вичку, а потом бы бил бы там второго дурачка, то там гол был бы, ну, мягко говоря, не очень. Отскочил Адьос, ну, откровенно отскочил. Просто суперплохой тайм, миллиард ошибок, вообще какое-то невероятное количество плохой игры на квадратный метр. Да, мне тоже кажется, что Лондарам надо было подбирать мяч, я согласен. Ну, просто я бы сказал, что у шведа тут были, типа, может быть, не самые простые решения, надо было сидеть в репе чесать. Но Адьос просто очень плохо отыграл. Типа, вот, подряд было сыграно плохо моментов эдак дцать. Я этого вообще не понял. Это при том, что швед бил клавсой там по два раза за ход, а выбил всего двух эльфов. Это дичь. Бывают ситуации, когда эльфийские команды просто вообще кончаются к такому моменту. Мне было бы обидно за такой матч, потому что, ну, эльф очень плох. Очень плох. Вот, Пупок должен посадить этот матч, потом идти троллить Адьоса в ответ. Вот. Потому что заслужил. Очень плохо сыграно. Честно говоря, сказал бы, на уровне египтянина, ребята. На уровне египтянина. В этом сезоне раскатал и после этого троллил Пупка. Но за такую игру, мне кажется, можно и Адьоса потроллить, потому что... А где пробой шведы, ребята? Где пробой шведы? Серьезно? Серьезно? Я не говорю про травмы, ребята. Я не говорю про травмы. Тут даже пробоя нету. Охренеть. Притом у шведа было еще удаление с фала. Вот эти вот все единички под конец. Ну, то есть, ну, не знаю, конечно. Очень не везет шведу, прям. Ни за ход, ни за ходом. Я знаю, что если бы я андедами дал бы столько ударов, у меня команда андедов не осталась бы. А даркам вообще пофиг. Изи терпим. Приятный ивент для шведа. Ну, скатер так себе. Опять не про бой, серьезно? Это какая-то бракованная клавса, ребята. Просто бракованная. Жадновато швед сыграл. Но это имело смысл? О, наконец-то. Это имело смысл, чтобы не оголять фланг. Но просто теперь тут подборчик, типа вся фигня. Ну, окей. Ну, швед вроде перестраховывается. Строит там клетки какие-то. Я, правда, еще вот этого козла бы перевел бы заранее. О, второй пробой. Смотрю, пробой начал возвращаться. А то мне так не казалось, Ситар. Потому что когда эльфы, на мой взгляд, если бы швед захотел бы не пропустить бы, он бы не пропустил бы. Швед решил сыграть на гол. Ну, это сложное решение. Не буду его критиковать. Ну, короче, мне кажется, эльф дал слишком много шансов хаосу. Прям в смысле... Там реально полтайма хаоситы были очень близки в этой острой игре. Там просто вот не хватало писящки каждый момент, чтобы дожать. Мне кажется, Адьос слишком многое позволил. Прям слишком многое. И опять же, с учетом того... Ну, тут сработало то, что МБ Клавса вот там десять раз подряд даже пробоя не дала. Не то, что там травма или колокола. Просто пробоя не дала. Эльфы дали слишком много контакта на квадратный метр. Ну, это мое мнение. Я, опять же, могу быть неправ. Но мне так показалось. Аккуратно Швед играет. Блиц, кстати, я думаю, будет в убивашку. Хотя, может быть, лучше будет даже в нижнего, чтобы открыть дырку. Ну, посмотрим. Все-таки в убиваху. Но эльф тоже особо не выбивает, а он и не должен. Ну, в смысле того, что... Как бы, по ресурсной базе... Эльф-то мало бил весь первый тайм. Эльфу действительно мало бил на фоне Хаосита. Сейчас, может быть, ситуация, конечно, изменится. Эльфу пойдет что-то такое. А вот, ну... Там, говорю, у Шведа были серии ударов МБ Клавсой вообще без всего. И фолл был очень сомнительный от эльфов. Мне не понравился. Плохой фолл. Такл, наконец, сыграл. Ну, сейчас мне нравится, как эльфы в дефе играют. Атаку, на мой взгляд, они блевотно сыграли. А вот деф выглядит... Ну, почти адекватно. В смысле того, что когда я смотрю, как они дефаются, я хотя бы понимаю, в чем их идея. А вот когда они атаковали, там идея проследилась только где-то на седьмой ход. Вот сейчас Швед как-то немножко обостряет. Не уверен, что под катера стоило подводить, потому что его просто уронят. Понятно. Ну, реролл вытащил, кстати. В любом случае, наверное, получилось удачно. Ой, пробой. Пробой неприятный. Такл, ребята, хороший скилл. Прям видно. Прям такл не дает вздохнуть спокойно. Здесь, да, простой удар, чтобы отключить сайдстеп. Лучше, конечно, отключить эльфа, а не сайдстеп. Отключил эльфа. Хорошо. Ну, это фигня, травма. Проблема в том, что из-за того, что темп пробития пока... Ну, он вырос, сильно вырос. О, так, уже получше. Так. Вот теперь, кажется... Хотя, по-моему, на победу еще тяжеловато играть. Времени мало играть на победу. Но ничейки, по-моему, уже есть. Я что-то слабо верю, что эльф в этой ситуации, ну, что-то сделает. Эльф просто уже кончился. Тут только грязь осталась. А швед все делает правильно. Горды наискосок. Более-менее нормально там все расставлено. Тра-та-та-та-та. Приятный 1-2. Подзаконтрил. Эльф уже и в контакт идти не хочет, кстати говоря. Эльф уже понял, что, как бы... Хорошие деньки кончились. Вот. Да, ну, мне кажется, реально... Швед в этой игре ближе был к победе, чем Адьос. Вот, на мой непрофессиональный взгляд. Адьос гол забил, ну, полушарой. Там было сыграно... Посредственно. Как в этом миме с несмертным Джо. Ну, вот. Не, ну, Дэф он играл повеселее. Эльф он... Дэф он играл повеселее. Это чистая правда. Ну, честно говоря, я понимаю, что не гла, но не самый полезный ельф. Ну, видимо, Адьос будет в конце просто прыгать и пытаться сделать какую-то грязь. Верится в это с трудом. Да, у эльфов два кика. Ну, сейчас уже, точнее, один кик. Но мне, честно говоря, не очень нравится такое. Я считаю, что это какая-то такая... Крайне специфическая трата ресурсов. Приятный пробой. Тут еще можно пройти две клеточки, например. Нагловато играет швед. Но с учетом того, что... Один прыгунок уже отдыхает. Но вообще Вишка теоретически может сейчас выбить мяч. Так, между делом говоря. Хотя это опасно. А Вишка тратит... Ну да, он не стал реролить. Вообще дал шанс выбить Вишкой мячик. Вот. Но выталкивание, по-моему, там все-таки довольно трудное. А вот... Мяч выбить, наверное, было реально. Хотя черт его знает. Но все равно первый же додж пофейлился. И как бы, и все. Не удивлюсь, если, кстати, сейчас Вишкиное лицо наступит. Ну да, Вишка с реслом, согласен. Ну вот она... Я думал, она типа... Вот сюда прыгнет, а отсюда выбьет. А. Понятно. Спасибо, что не умерла. Мне интересно посмотреть статистику пробоев и ударов. Привет, Коба. Вот статистика пробоев и ударов мне интересна. Потому что, конечно, матч очень непонятный местами. Не, я все равно говорю. На мой взгляд, здесь от Йос отскочил. Нет. Интересно. Очень интересно. Интересно. Но, видимо, немножко не хватило. Немного не хватило. Там как-то... Шлет все-таки построился хорошо против этого. 41 отбор, 2 нокаута, 5 травм. Потом все это пришло во втором тайме. 11 пробоев. Пробоев было очень мало, на самом деле. Реально мало. Ну такое. Реально-клон. Вот. И... Трихон.